Здравствуйте! В эфире программа «По существу» с вами сегодня я, Ольга Алексеева. Тема беседы – первый международный особенный фестиваль театров кукол для особенного зрителя «Одинаковыми нам быть не обязательно», который сегодня стартовал в Чебоксарах. Гость нашей программы – директор Чувашского государственного театра кукол, заслуженный работник культуры Чувашской республики Абрамова Елизавета Арьевна. Елизавета Арьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала хочется вас поздравить с тем, что первый особенный международный фестиваль проходит именно в нашей республике. Я думаю, в этом тоже часть вашей заслуги, немаленькая часть. Поздравляю вас с этим! Спасибо! Конечно, когда говорится о заслугах, оно не может происходить только от одной личности. Заслуга всегда, а особенно руководителя, связана с командой. Целенаправленная системная работа по обслуживанию особенного зрителя и привела нас к тому, что нам московский федеральный грант был выделен на проведение такого особенного фестиваля. Это все команда. Поздравляем вас еще раз! Давайте перейдем к фестивалю. Почему фестиваль называется особенным? Для какого он зрителя? Термин «особенный зритель» нам подсказали наши коллеги из-за границы. Когда мы были в Литве в 2011 году, кстати, тоже по гранту Министерства культуры Российской Федерации, по обмену опытом, по обслуживанию таких вот детей, мы получили благодарности, грамоты с названием такого характерного плана «Благодарим вас за обслуживание нашего особенного зрителя». Нам это понравилось. Оно очень точно отражает, во-первых, саму тематику, а во-вторых, не обижает такой терминологии, к которой мы привыкли, дети с ограниченными возможностями здоровья. Хоть вроде бы это точно с точки зрения русского языка, но с точки зрения так-то это лучше оказалось. И мы стали повсеместно, везде, во всех средствах массовой информации, при любом подвернувшемся нам удобном случае, говорить вот такую терминологию. Скажите, откуда вот идея создания такого фестиваля? – Ведь сразу не приходит решение, как правильно обслуживать таких детей. Самый первый проект 2009 года «К тебе сказка в дом пришла», о котором наслышаны очень-очень-очень многие, по обслуживанию деток-инвалидов, находящихся на воспитании дома, которые не в состоянии приехать в театры. И первый спектакль «Наивный суслик» – это моноспектакль, который поставил режиссер Филиппов, наш художественный руководитель. Он сам на себя взял ответственность за то, чтобы первая апробация прошла именно с его подачи. Потому что он и актер, он и режиссер, и ему, понятно, стало на первых выездах к таким деткам, сколько же нужно труда вложить для того, чтобы донести материал, казалось бы, очень простенький, для такого больного ребенка особенного. – Какие театры кукол будут представлены на фестивале? – На фестивале будут представлены 12 коллективов. Наш – 13-й. Это самое счастливое число, кстати. Это, во-первых, коллективы из наших поволжских республик. Практически все представлены. Впервые Удмуртия. По нашим обычным дружественным связям – это Татарстан, набережный Чернинский государственный театр кукол. Это Марийский театр кукол из Яшкар-Алы. Это Мордовский театр кукол республиканский из Саранска. Естественным образом в фестиваль вошли два российских коллектива. Это «Мы Тищи», это наши давние друзья. Это очень подмосковный театр. Это очень давний наш друг. Следующие коллективы зарубежные – это сербский коллектив из Белграда, театр «Байкамила». Следующий коллектив – это коллектив из Литвы. Мы приглашаем 12 коллективов и сами участвуем с двумя спектаклями. Скажу позже, с какими, потому что это тоже очень важно. Приглашайте коллективы, и мы учимся. Какие спектакли? Ведь в составе, в формате нашего фестиваля будут не только семинар-практикум, который мы уже показывали и в Кирове, и в набережных Челнах, мы показывали его в Литве. Там будут еще творческие лаборатории. Это драматурги особенному зрителю и театральные художники особенному зрителю. То есть мы должны знать, какие пьесы мы должны показывать. А о тех спектаклях, которые показываем мы, два спектакля, они тоже особенные, потому что они поставлены специально для особенного зрителя. То есть по тем же грантам, которые мы начали в 2009 году. И вот до сих пор продолжаем. Всего спектаклей по грантам мы поставили шесть таких спектаклей, в том числе эти два. В прошлом году, в 2012 году, это «Носорог и жирафа» по пейсе Гюнтера. Это о дружбе таких разных, даже само название говорит это. «Жирафа» и «Носорог». Они такие разные. И опять появляется обезьянка, которая смеется над ними, показывает. Смотрите, что же они такие разные, вот они нашли друг друга. Ведь наши животные – это человеческие взаимоотношения, это всем понятно. Вот. Но тем не менее, и ничего не мешает им любить друг друга. Это практически спектакль о первой любви. Воспринимается чудесно. И вот, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот еще девяти дней не прошло, как умер режиссер этого спектакля, Владимир Куприн, главный режиссер Волгоградского театра «Кукол», который у нас приезжал, приглашенный режиссер, поставил этот спектакль. «Добрейший души человек» и мы вместе с Волгоградским театром «Кукол» очень скорбим. Но его постановка осталась как память о нем у нас. Скажите, пожалуйста, на каких площадках будет проходить? Потому что я знаю, театр «Кукол» находится на ремонте сейчас. Это Национальная библиотека Чувашской республики и Большой и Малый зал. Это ДК «Тракторостроителей» площадка. Но все-таки основные мероприятия, потому что компактные спектакли, мы решили проводить на своей площадке. Мы приостановили на четыре дня, потому что именно четыре дня будет проходить ремонт в нашем здании. Как это называется, похитрили, подшаманили. Сделали все чистенько, и площадки будут проходить. Илья Витальевна, какая же судьба этого проекта? Расскажите, пожалуйста. Ну, если эта система создается, соответственно, одним разом это все не обойдется. Ни для кого. Ни для нас, ни для нашей республики, ни для российской культуры в целом. Поэтому мы будем это изучать на первом фестивале и продолжать дальше. Уже заявка на следующий год оформлена, и мы уже называем наш фестиваль фестиваль «Форум». Потому что он предусматривает и образовательный процесс на форум. Заявка оформлена по всем правилам Министерства культуры Российской Федерации на гранты. И побывав там на днях, я почти с уверенностью, стопроцентно могу сказать, что на следующий год этот форум у нас состоится. Может быть, не будет большого формата показа спектаклей, но коллективов будет больше с точки зрения руководителей, творческих руководителей и административных руководителей. Так что у фестиваля очень большое будущее. Я в этом уверена. Я дорогим, уважаемым нашим зрителям предлагаю позвонить все-таки в нашу кассу. На нашем сайте все известно, какие у нас телефоны. И посмотреть, какие еще билеты остались. Их осталось очень мало. Но я знаю, что придя в наш театр, никто из вас разочарованным не уйдет. Несмотря на то, что на спектакле могут присутствовать и особенные дети, вашим детям тоже нужно знать, что такие детки существуют. А значит, нужно к ним и по-особенному относиться. Спасибо вам. Елизавета Арьевна, я желаю вам удачи. Спасибо, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, это была программа «По существу». У нас в гостях была Абрамова Елизавета Арьевна, директор Чувашского государственного театра «Кукол», заслуженный работник культуры Чувашской республики. А с вами я прощаюсь. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова